Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за Лестер Сити. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения и летсплей на ютубе, буду рад, что всех там увидите. Но также мы продолжаем наш марафон, как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий, так что дерзайте. Ну что же, сегодня давайте посмотрим, какие матчи нам предстоят, мы уже три видим. Домашняя игра против Newcastle, мы с ними вот в прошлом выпуске играли в кубке, победили в дополнительное время 4-2. Дальше выездная игра против Лицца, тоже в английской премьер-лиге. Домашняя игра с Crystal Palace и, так сказать, ответочка в 1-8 лиге чемпионов. То есть сегодня мы узнаем, будем ли мы участвовать в четвертьфинале или нет, но мне кажется уже точно будем, потому что мы 3-0 на выезде их обыграли. Ну и, скорее всего, узнаем соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов. Соперники, на самом деле, сейчас нам попались, они такие уж и сильные. Хотя вот Newcastle и Crystal Palace находятся в топ-10 английской премьер-лиги, поэтому надо посмотреть, где Лиц. Что же интересно. Ну Лиц, кстати, на 17-й, прям рядышком с зоной вылета. Против Newcastle я бы сыграл сейчас с основным составом, с Лицом вторым, с Crystal Palace первым. Нужно было бы 14-го и через 3 дня уже игра ответная в Лиге чемпионов. Но, может быть, и в Лиге чемпионов тоже вторым составом бы вышли, все-таки 3-0 их обыграли. Так, смотрим, кто готов, кто не готов по составу Рикардо Перейра. Ну, Костагна будем брать. Так. Ригелон у нас на травме до сих пор. Я возьму, я не знаю, пусть Гомес будет, почему бы и нет. Он левый защитник даже повыше, чем Анхелинио, поэтому, мне кажется, неплохо. Все из этого у нас выйдет. Барнс также будет у нас на поле. Ну и все, наверное. То есть, только Рикардо Перейра еще поменять. Я не знаю, Саинцу взять. Так, Индиди или Телеманс улучшить Телеманс, наверное, отдать капитанскую повязку. Все, вот таким составом мы выходим. Лестер-Сити против Нью-Касла. Английская премьер-лига, поехали. Итак, Кинг-Пауэр-Стадиум. Лестер-Сити принимает Нью-Касл-Юнайтед. Это английская премьер-лига. Интересный матч, как по мне, потому что мы в основное время в кубке не смогли выявить победителя. И только в дополнительное время у нас получилось два мяча еще Нью-Каслу закинуть. Поэтому посмотрим, что выйдет у нас в этой игре. Ондер сразу же хорошую такую подачу сделал. Но вот не нашел точно прямо адресата в штрафной. Отлично, он еще и на Гомеса хорошую передачу отдал. Гомеса на Телеманса. И Лаутаро Мартинес. 1-0. Супер, сейчас просто раскатали. 38-я минута. Быстренько так в одно касание. Тык-тык-тык. Не все получилось. И Лаутаро Мартинес забивает дубль. 79-я минута. Лестер увеличивает свое преимущество. Классно. И Лаутаро Мартинес забивает хэт-трик. Аккуратненько сейчас на него отдали эту передачу. Еще супер. Очередной хэт-трик от Лаутаро Мартинеса. И все. Финальный сесток. Лестер разгромил Ньюкасл у себя дома. Благодаря хэт-трику Лаутаро Мартинеса. У нас Мартинес, кстати, забивает в двух своих последних матчах только хэт-трики. А вот последняя была игра против Брюги в Лиге Чемпионов. Он забил три мяча на выезде. Вот сейчас дома. Тоже три мяча. Ну, супер. Итак, после 29-го тура мы отстаем от Ливерпуля. Кстати, уже на пять очков. Вот такой вот большой отрыв успели мы и смогли все-таки сместить к такому минимуму почти. Ну и на шесть очков лидируем над третьим местом. Супер. Итак, Ригелон полностью выздоровел замечательно. Прочальный матч, ежемесячный отчет. В сборную месяца попала Йоза Перс и Тима Вернер. По тренировочкам здесь только, я смотрю, прокачались игроки нашей Академии. И все. Так, переходим к игре с лицам. Смотрим, что у них там сейчас по ситуации. Ну, они, кстати, поднялись, да, на шестнадцатую строчку, были на семнадцатой. Но в любом случае сейчас какую-нибудь ротацию, да, и проведем, почему бы и нет. Ну что же, Ригелон у нас выздоровел. У него рейтинг 80. У Ю Гомеса, кстати, тоже на левом защитнике. Поэтому я решил Гомеса лучше брать, в принципе, в заявку, нежели Чем Анхелинью. Поэтому почему бы и нет. Так, ну и капитаном на эту игру тоже будет у нас Тилиманс. Все. Лидз Юнайтед принимает Лестер Сити. Поехали. Итак, Элан Роуд. Лидз Юнайтед принимает Лестер Сити в английской премьер-лиге. Поехали. И все-таки забивает. Лаутаро Мартинес 1-0. 29-я минута. И дубль от Лаутаро Мартинеса. Но здесь мы просто лиц поймали в этой ошибке. Какой-то несуразный вот мяча от вратаря. Хотя, если бы не Барнс, который очень хорошо перехватил мяч, этой атаки бы и не было. И все. Финальный свисток. Два мяча сегодня забил Лаутаро Мартинес. Вот такая вот для вас статистика. Последние 8 мячей Лестер Сити. Это именно голы Лаутаро Мартинеса. Я не помню, кто там еще у нас. Какой матч, в принципе, был до Лиги Чемпионов матча с Брюги. Но вот последний так на память. Мои 8 мячей Лестер Сити. Это все от Лаутаро Мартинеса. Итак, в 3 очка у нас теперь уже отставание до Ливерпуля. А в 8 очков мы лидируем над Манчестер Юнайтедом. Итак, у нас сейчас домашняя игра против Кристал Пелоса. Это практически, как мы видим, уровень Ньюкасла. Так что готовиться к этому сопернику нужно. Хоть мы и лидируем в 8 очков, но нам лучше уменьшать вот это преимущество Ливерпуля сейчас в английской премьер-лиге. Ну что же, вот таким составом мы выходим. Лестер Сити против Кристал Пелоса. Английская премьер-лига. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити принимает Кристал Пелос в рамках английской премьер-лиги. Начинаем. И снова Лаутаро Мартинес. Девятый мяч подряд он забивает. Вот правда, надо было поднять, наверное, эти архивы, посмотреть до матча с Брюге. Кто у нас все-таки забивал. Вдруг Лаутаро Мартинес и побольше забивал, чем вот 9 мячей подряд. Ну это просто шикарно. И все-таки сбилась наша вот эта вот схема, когда Лаутаро Мартинес мог сейчас забивать 10 мячей подряд. Ну вот Мэдисон. Делает счет 2-0, увеличивает наше преимущество еще в первом тайме. И забивает еще один мяч Лаутаро Мартинес. Ну вот забивает он и забивает. Забивает и забивает, скорее всего, будет лучшим нашим бомбардиром в архивской премьер-лиге. Забивает в каждом почти выпуске, в каждом матче. Сегодня он уж точно в трех матчах подряд забивает. Ну это просто супер. И все-таки мы пропускаем. Ну вот, 66-я минута. Где-то подрасслабились, где-то непонятно, что начали делать. Ну и пропустили от Кристиана Бентеки. Ну и вот такой еще и классный гол от Прайта. 73-я минута. Лестер все так же увеличивает преимущество до разгромного 4-1. И все. Разгромная домашняя победа Лестера. 4-1 над Кристал Пелосом. Ну и лучший игрок сегодняшнего матча, как и всех остальных, это, естественно, Лаутаро Мартино. 7-5 у него оценка. После 31-го тура мы лидируем в 8 очков над Манчестер Юнайтедом. И отстаем в 3 очка от Ливерпуля. Ну что же, у нас сейчас последняя игра в сегодняшнем выпуске. Играем против Брюги в Лиге Чемпионов. Может быть, это и последняя наша, в принципе, игра в Лиге Чемпионов в этом сезоне. Кто знает. Но обыграли мы их 3-0 на выезде. Поэтому сейчас будем собирать состав и готовиться к матчу. Ну что же, вот таким составом мы выходим на матч Лестер Сити-Брюги. Дальше я, кстати, увидел, что игра с Ливерпулем. Но я не знаю. Все-таки, мне кажется, поважнее показать себя в Еврокубках, нежели чем в английской премьер-лиге. Лестер Сити-Брюги. Поехали. Итак, Кинг Пауэр Стадиум. Лестер Сити впервые в этом сезоне принимает домашний матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Ну, и в статусе уже такого явного фаворита, мне кажется, первый такой явный четвертьфиналист Лиги Чемпионов после первых матчей это был. И 1-0. Чингизундер забивает четвертый мяч Лестера в этом противостоянии. Ну и все, спокойненько уже можно покуривать. В стороночке мы в четвертьфинале. И очень хорошая комбинация сейчас вышла. 5-0. Забивает еще и Джейми Варди. 3-0. 45-я минута. Лаутара Мартино все-таки забивает свой заслуженный гол. Уже четвертый в этом противостоянии. Ну, а общий счет уже 6-0. 4-0. Дубль Лаутара Мартино сегодня. 74-я минута. Уже 7-0. В общем, так сказать, зачете в двухматчевом противостоянии. И все, финальный свисток. Как я и говорил, еще и дома разгромили мы Брюги. Они с таким разгромом вылетают со стадии 1-8. Все равно молодцы. Брюги именно вышли из группы в раунд плей-офф. Но мы оказались сильнее. Нам повезло с жребием. Все супер. И мы будем участвовать в четвертьфинале Лиги Чемпионов. 4 удара было в створ, 4 гола. Ребята молодцы. И снова Мартинес игрок матча. Итак, возможные наши соперники. Это может быть уже и Ливерпуль. На стадии четвертьфинала. Они в 1-8 прошли Краснодар. Минимально, между прочим. Потом Мадридский Реал. Вот это уже поинтереснее. Все-таки с Манчестером мы каждый сезон встречаемся. Минимально Реал обыграл МЮ. Сити. Минимально прошли Ювентус. Зенит вынес PSV 5-1. Вот против Зенита было бы вообще замечательно сыграть. Снова, между прочим, Барселона. Возможно, наш соперник. Почему бы и нет, мы их обыгрывали. Мюнхенская Бавария. Не хотелось бы с ними встречаться. Так же, как и с ПСЖ. Все-таки с ними мы играли в финале Лиги Европы. Поэтому из возможных таких соперников, мне кажется, только вот Зенит и все. Вот правда. Больше никого бы не хотелось. Итак, а у нас переговоры. Причем по моей команде. Чудхури у нас готовы купить. В Ливеркузинский Байер. Кстати, неплохой вариант. Чудхури у нас 10 матчей всего лишь отыграл. За 2 сезона 2 голевые передачи отдал. Но будем повышать, естественно, пытаться его стоимость за 7,5 миллионов. Попробуем его продать. Ну а из тех вариантов, вроде у нас сейчас вообще там никого нет. Скауты как бы тоже никого нам не ищут. Вот это плохо. Так, ну и кстати, как вы можете видеть, в четвертьфинале мы будем играть против Мадридского Реала. Первая у нас уже игра на Сантьяго Бернабео будет. Поэтому очень тяжелый следующий выпуск, мне кажется, у нас будет. Потому что это борьба за первое место в английской премьер-лиге против Ливерпуля. Чтобы мы догнали их и сравняли. Дальше это Кубок Англии. Тут уже матч на вылет. Ну и Лига Чемпионов против Мадридского Реала. Будет очень интересное противостояние. За Зенит мы, как это делали, вот в карьере. В карьере за Зенит мы играли против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Вот сейчас посмотрим, на что состав Лестера способен против самой титулованной команды Лиги Чемпионов. Ну на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жиданок Сыр. Друзья, всем до свидания. Друзья, всем до свидания.